Добрый вечер в эфире информационный выпуск Гамши и Кушара и сегодня в выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Абхазии Аслан Джани прибыл в понедельник вечером 7 февраля в Сухум после завершения лечения. Глава государства чувствует себя хорошо. В настоящее время проводит рабочие встречи в официальной резиденции. Министр иностранных дел Республики Абхазии Наларзенба отбыл с рабочим визитом в Москву. В рамках поездки планируется провести ряд рабочих встреч с представителями федеральных ведомств Российской Федерации и другими официальными лицами. Кремль не будет посылать какие-либо сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко на признание независимости Южной Осетии, Абхазии и Крыма как российского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным, сказал представитель Кремля. Он констатировал, что белорусский лидер хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии. В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости, полагает Песков. В сводке оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией не радует количество людей, заболевающих новым штаммом омикрон, растет каждый день. Однако, не все так печально. Омикрон не так опасен, как дельта и переносится гораздо легче. Об этом в интервью нашей редакции рассказала главный санитарный врач страны Людмила Скорик. Это не настолько тяжелый штамм, как штаммы, которые были у нас здесь в республике, которые несли довольно серьезную опасность для наших граждан. Омикрон – заболевание, которое расценивается как острая респираторная вирусная инфекция, точно так же и лечится данный вирус. То есть, не нужно ни в коем мере впадать в панику, ни в коем мере не надо бежать себя тестировать в первые дни. Почему? Потому что этот вирус очень часто не проявляется, очень быстро смывается со всех слизистых оболочек, поэтому как такового дополнительного тестирования при этом виде коронавирусной инфекции даже не требуется. В Российской Федерации были отменены какие-то дополнительные вот такие ПЦР-тестирования и так далее. Мы сейчас в настоящий период времени с Министерством здравоохранения Республики Абхазии решили, что лишь будем проводить это тестирование ПЦР только группам риска, то есть лицам пожилого возраста, беременным женщинам, естественно, лицам, которые температурят более трех дней и с температурой в момент забора более 38 градусов. Должна быть температура. Все другие, бессимптомные, с легким течением, если вы молодой человек, у вас однократно поднялась температура, такие лица даже не подлежат тестированию, не нужно им тестирование. Гормональные препараты в виде дексаметазона, делать себе капельницы или покупать антибиотики в неограниченном количестве, точно так же начинать принимать их безосновательно, не имеют под собой никакой почвы. Государственная санитарно-обземиологическая служба подготовила вот такую памятку для лиц с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, которая раздается сейчас во всех лечебных учреждениях Республики, где четко написано, что специфического лечения, если у вас бессимптомное течение инфекции или легкое течение инфекции, однократный подъем температуры или двухдневный подъем температуры, нужно просто остаться дома. И вот обращаясь опять к этой памятке, я вам скажу, достаточно просто обильное питье, питье с витаминами. Естественно, можно сбивать температуру парацетамолом, нурофеном. И более-более ничего из лекарственных препаратов здесь не требуется. Интоксикация снимется на третий-пятый день, а на седьмой вы будете совершенно здоровы. Период изоляции больного – 10 дней. За 10 дней человек чувствует себя замечательно, здоров, может выходить на работу. Если нужно какие-то дополнительные документы, им выдаст эти документы любое учреждение здравоохранения, поликлиника, больница при обращении такого пациента в эти учреждения. У нас очень слабая в республике вакцинация. Если бы мы были уверены, что у нас достаточно мощная иммунная прослойка, что люди защитили себя от тяжелых штаммов, от тех осложнений, которых несет коронавирус, мы бы даже не переживали. Но активность при вакцинации, по вакцинации у нас в республике довольно-таки низкая. У нас очень плохо сейчас идут особенно группы риска на вакцинацию. Вы понимаете? И вот в связи с этим и связано, что мы боимся пропустить тяжелые штаммы, а тяжелые штаммы всегда наносят неповторимую здоровью наших пожилых граждан, наших беременных. Вот только с этой целью мы сейчас их тестируем в полном объеме. 7 февраля 2022 года в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатам в депутаты Цвижба, Гунды, Родиковны по избирательному округу номер 32 и Джикерба, Шабата и Родионовича по избирательному округу номер 9. В недавно прошедшем учредительном съезде Конгресса народа Абхазии прозвучало, что детям, рожденным в Галском районе, не выдается свидетельство о рождении, и они вынуждены получать его в Грузии. В связи с высказыванием и прозвучавшими в адрес ведомства Минюста Абхазии общественная организация АРУА обратилась к министру юстиции подтвердителя опровергнуть данную информацию. Для разъяснения, в каких случаях не выдается данный документ, в район приехал министр Анри Борцец подробнее расскажет. Министр юстиции Абхазии Анри Борцец отметил, что проблемы мотивированного отказа в выдаче свидетельства о рождении детей Галского района связаны с отсутствием у их родителей соответствующих документов, которые установлены законодательством. Факта немотивированного и незаконного отказа от выдачи свидетельства о рождении при наличии всех необходимых правоустанавливающих документов со стороны нашего ЗАГС нет, незаконных действий со стороны подведомственных организаций Минюста нет. Руководитель Галского ЗАГСа Нину Ашуба подтвердила, что никаких неправомерных действий гражданам района со стороны ЗАГСа нет и не было. А просьбы и обращения, которые были неудовлетворены, несут под собой основания. Первая и главная проблема – отсутствие у родителей удостоверяющей личность документов. Вот такой момент, который существует уже очень много лет. Причем отказ, как правило, мы, естественно, ссылаемся на закон, и существует такая статья, 11-я, в которой прописано, в случае нашего отказа, мы, как правило, если граждане это требуют, мы отказ производим в письменной форме. Они могут его обжаловать в Министерстве юстиции, обратиться туда, и мы уже, как бы, ну, таких действий со стороны граждан за мою бытность не было. Я понимаю, что ЗАГС не может вольно, значит, интерпретировать закон. Если закон, буквы закон, она четко и должна их обязана выполнять. Но, когда наш закон, к сожалению, он такой, какой есть, и он, значит, создает проблему жителей этого района, нет у родителей никаких документов. Что делать с ребенком? Если закон в этом плане не может быть гибким, значит, нам, старшему поколению, надо подумать, как этот закон сделать более гибким в интересах наших граждан и государства. В завершении встречи министр юстиции Абхазии Андрей Борцец добавил, что вопрос выдачи свидетельства о рождении детей, родители которых не имеют соответствующих документов, будет представлен на обсуждение в парламент. Сария Кварцхеля, Алексей Бостроков, Абхазское телевидение. Прийти на помощь в Абхазии при Министерстве социального обеспечения и демографической политике с 2011 года действует программа «Помощь на дому». В рамках этой программы на социальном обслуживании находятся до 200 подопечных, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Один день из жизни соцработников. Репортажа Шезина Ханагуа. К 11 часам наша съемочная группа приехала в микрорайон Синоп в столице, а именно к Тамаре Рюхиной. К тому времени соцработник Наталья Диланян уже приготовила подопечный завтрак, навела порядок в квартире. Потом в обед картошечку пожарусь луком и грибной же сели субгрыбной? Наталья Диланян, 47 лет. Она мать двоих детей. Социальным работникам трудится уже 11 лет. На сегодняшний день она оказывает помощь семерым подопечным. С Тамарой Рюхиной она познакомилась более двух с половиной лет назад. Мы познакомились вообще-то по объявлению случайно. Кто-то дал объявление из соседей. Джамал. Джамал. Вот он вояк. И вот он давал объявление, что вот женщина одинокая, дочка заболела, сын занимался сестрой. И я случайно увидела. Потом я пошла к Евгению Алексеевне. Евгения Алексеевна, такая-то вот есть русская сотрудник, старый житель. СФТИ работала. Ну они приехали, посмотрели. День социального работника Натальи Диланян начинается с того, что она каждое утро обзванивает своих подопечных. Уточняет, что им привезти. Затем отправляется в магазин или аптеку. Покупает все, что нужно и отвозит по месту. Чаще всего это продукты, лекарства, товары первой необходимости. У меня все по полочкам. Потому что я должна успеть каждый. Каждый меня ждет. Но в основном, конечно, бегу я к лежачим. В первую очередь в 8 утра к лежачим. Естественно, я созваниваюсь, что надо, какие продукты. Ну если даже они не отвечают на телефон, бывает, что они не отвечают, пока дойдут, пока это. Я уже сама соображаю. Вот вчера я была, я автоматически смотрю, что нет у них, и уже по пути покупаю. Там хлебушек, там что-то, это вот. Ну на утро. Все. Вот это к лежачим. Ну таким вот, как она, она тоже, в принципе, лежача, но она может еще, дай бог, столько лет, встает сама еще. И в туалет ходит, вот это мне спасение. Понимаете, с памперсниками сложнее. Наталья говорит, что очень любит свою работу и не жалеет о своем выборе. Всегда по первому зову она старается бежать к своим подопечным, помочь им преодолеть житейские трудности, поддержать морально, оказать заботу и внимание. Выявила три действия. Доброта, порядочность, честность, конечно, вот, честность. Вот, ну и тепло, конечно, тепло. Потому что мы этих людей дарим вторую жизнь. Я считаю так. Вот по их словам, мы им дарим вторую жизнь. Мы уже не виним их, ни родственников, ни братьев, ни дочерей, ни сыновей. Вы сами видите, какое время. У каждой свои проблемы. Мы уже не виним их. Есть кто-то, может, помогает, какую-то копеечку присылает. Есть некоторые, которые сами, так же, как и мы, живем. Но мы не виним их. И они тоже не винят, правильно? Они родители, зачем? Иной раз злимся мы, сотрудники. Почему так вот вы одна, а не там, в Россию? Бывает у нас такое. Но потом мы понимаем, что у тех проблемы. И мы-то, почему эта организация существует, чтобы помогать им немножко дать, как говорится, немножко пожить в нормальных условиях. Понимаете? И вот тяжело, конечно, они говорили, что это легко. Но мы все перед Богом, мы, как говорится, гости на этой земле. Я всегда говорю, нужно делать добро. Вот мне говорят, ты не жалеешь, Наташа, тебе 47 лет, ты занимаешься рекордами. Ты с такими, знаете, вот... Я говорю, нет. Я говорю, нет. Я делаю доброе. Пусть я говорю, Бог на моих детей посмотрит. Они нам как родные. Вот если мы один день пропущу, у меня воскресенье, один день, выходной мне дается, ну, чтобы я хоть дома что-то сделала. Они ждут, звонят, плачут. Ты говоришь, почему у нас уже год тебя нет? Ну, понимаешь, один день, для них это уже год. Подопечной Тамаре Рюхиной 87 лет. Она сердечно благодарит Наталью за большой труд, за буту и душевное тепло. Довольно, конечно. Она хорошо помогает, хорошо ухаживает. Наталья вкусно готовит вам? Вкусно. Она вообще вкусно готовит. Если бы не было продукции. С 2011 года Министерство социального обеспечения и демографической политики проводит программу «Помощь на дому». Программа функционирует во всех районах республики. Она предусматривает оказание помощи одиноким или одиноко проживающим гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию. На сегодняшний день под попечительством на дому находятся до 200 человек. Социальные работники регулярно посещают их, оказывая не только социально-бытовые услуги, но и моральную поддержку. Регулярно приходят к ним, выполняют те или иные услуги в зависимости от состояния здоровья подопечных. В услуги входит, значит, приготовление пищи, смена нательного постельного беля, купание, подстригание ногтей и так далее. На продукты, вообще на продукты питания, на все. Вот это сам подопечный дает им деньги, они отчитываются, приносят продукты и отчитываются. У нас где-то до 40 лежачих больных, которым нужен ежедневный уход. По всей республике работают 70 соцработников. Из них в Сухуме 33, оказывая помощь до 70 подопечным. Все они получают подчасовую оплату. В зависимости от часов зарплата у нас, значит, от 3 тысяч до 11 тысяч. Если, допустим, двое постельных больных, тогда социальный работник может обслуживать только двоих, так как к ним нужно ежедневно приходить, бывает два раза в день. У них, значит, до 11 тысяч заработная плата. А те подопечные, которым не обязательно ходить каждый день, можно в неделю два раза, три раза, таких можно обслуживать 5-6 больных. И тогда, если, значит, достигнет 172 часа в месяц, они будут получать только же 11 тысяч. Трудовые будни социальных работников – это протянутая рука помощи. Доброе слово – милосердный поступок. Доброта и сопереживание помогают сегодня пожилым людям чувствовать себя спокойными и защищенными. Шазина Ханагуа, Алексей Бостроков, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Семь единиц коммунальной спецтехники приобрела администрация Гагарского района. Стоимость оборудования – 26 миллионов 900 тысяч рублей. Кадры предоставила администрация Гагарского района. Подробности в нашем следующем репортаже. Шесть машин для вывоза мусора и одна поливомоечная. Накануне автопарк Гагарского района пополнился новой коммунальной спецтехникой. Она уже распределена поселам и городам. Из этого заказа город Писунда получил одну машину, Сандребш одну машину, Аллахадзех одну машину и Пзиб одну. И три машины осталось в городе Гагар. Как отметил замглавы администрации Гагарского района Адамар Цижба, всего с 2020 года ими было приобретено 14 единиц спецтехники, включая новую. Общая покупка автотранспорта с того момента, как мы пришли, составляет 45,5 миллионов рублей. Значит, до этого, соответственно, было приобретено 7 машин и одну нам подарили. В принципе, проблему с техникой мы решили. Еще не на 100%, конечно, но процентов на 80 точно. И к летнему сезону мы подойдем уже с хорошими, я думаю, показателями. В планах у руководителей администрации Гагарского района пополнить автопарк еще примерно 5 единицами спецтехники. Гугу Цавардания, Абхазское телевидение. Ушла из жизни Ламара Базба. На 65-м году не стала ветерана Отечественной войны народа Абхазии, награжденной медалью за отвагу. Ламара Артемовна в мирное послевоенное время проработала в разных учреждениях Абхазии. Последние 6 лет работала в Рицинском реликтовом национальном парке на туристическом объекте размещения в должности администратора пансионата Ауатхара. Ламара Базба обладала редким, сильным волевым характером, что позволяло организовать работу в столь отдаленной местности, умело выстраивая отношения с посетителями и с рабочим персоналом пансионата. При этом она была самой доброй, отзывчивой и готовой прийти на помощь. Дирекции коллектив Рицинского реликтового национального парка выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Ламары Базба. К другим новостям. Совместными усилиями сотрудников Центрального аппарата и Госавтоинспекции МВД за первую неделю февраля выявлено 1737 нарушений правил дорожного движения, из которых 618 за нарушение норм тонирования автостекол, сообщает пресс-служба МВД. 91 водитель привлечен к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Мероприятие по обеспечению дорожной безопасности и пресечению нарушений МВД МВД Министерства внутренних дел проводится ежедневно. На дорогах Абхазии совместными усилиями сотрудников Центрального аппарата и Госавтоинспекции МВД за первую неделю февраля текущего года выявлено 1737 нарушений правил дорожного движения, из которых 618 за нарушение норм тонирования автостекол. 91 водитель привлечен к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Мероприятия по обеспечению дорожной безопасности и пресечению нарушений правил дорожного движения Министерства внутренних дел проводятся ежедневно. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 8 февраля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен дождь. Местами дождь со снегом, в предгорьях снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 3,8 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова